Всем привет! Этот выпуск проведу с тобой я, Анна Глазунова. Ровно 10 минут мы будем говорить с тобой о событиях, которые происходят в университете и за его пределами. Итак, сегодня ты увидишь. Совместную образовательную программу реализуют Казанский федеральный университет и Итальянский университет Миссины. Казанский федеральный посетил и делегации из Китая. Вселенная полна загадок. Лунные колебания раскрывают свои секреты. Миноборнауки впервые потребовала от вуза вернуть деньги, предоставленные в качестве государственного гранта. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ должен выплатить бюджет 22,5 миллиона рублей, поскольку его лаборатория не достигла обещанных государств результатов, а ведущий ученый гражданин США не выполнил обязательства по личному присутствию. Ну а тем временем Казанский федеральный университет подписал соглашение с университетом Миссины о реализации совместной образовательной программы. Подробнее в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный университет и Итальянский университет Миссины подписали соглашение о реализации совместной образовательной программы, которая начнется с 1 ноября текущего года. Аспиранты высшей школы ИТИС Казанского федерального университета смогут обучаться в Италии по программе «Киберфизические системы». В свою очередь Казанский федеральный университет примет аспирантов из Миссины, которые смогут учиться по направлению информатика и вычислительная техника. Аспиранты, которые обучаются в Казанском университете, часть времени будут проводить в своем университете. Это около 6 месяцев. И часть времени – это тоже около 6 месяцев заниматься исследованием в лабораториях Миссинского университета. Итальянский университет начал свою работу в 1548 году. В учебном заведении работает 11 факультетов. Сейчас там учатся около 40 тысяч студентов. Подобные программы уже существуют. Например, с университетом в Гонконге, с американским университетом. Но такого рода – это первый проект. И так как уже было подписано соглашение о сотрудничестве с КФУ, мы решили работать над этим проектом именно с вашим университетом. Аспиранты смогут защитить диссертацию как в Италии, так и в Казанском федеральном университете и получить два диплома. Высшая школа информационных технологий и информационных систем – это такое, на самом деле, новое начинание, где работают в основном молодые ученые, которые заинтересованы в исследованиях, разработках и в развитии новых технологий. Арина Михайлова, Ленардо Вольтьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет – один из лучших вузов России, считают китайские школьники. Именно с этой целью директора школ города Фуян Китайской Народной Республики посетили наш университет. Смотрим. В Казанский федеральный университет с визитом прибыла делегация директоров школ города Фуян Китайской Народной Республики. Сначала гости посетили музей истории Казанского федерального, где узнали все о строительстве и архитектуре университета. Посмотрели редкие экспонаты. Казанский федеральный университет очень красивый. Он известен не только в России, но и в мире. Здесь даже учились Лев Толстой и Владимир Ленин. Китайские школьники мечтают учиться в вашем университете. Приезд делегаций директоров школ Китая был организован с целью знакомства с Казанским федеральным университетом. В планах не только посещение музеев университета, но и встреча с руководством Казанского университета для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Президент Турции Реджеп Таип Эрдаган заявил о том, что контракт на приобретение у России зенитно-ракетных системы С-400 уже подписан. Президент Турции сделал данное заявление на заседании парламентской фракции партии справедливости и развития во вторник, 25 июля. Об этом сообщили ряд СМИ, в частности, агентство Reuters. Анкара подписала договор с Москвой о покупке российской зенитно-ракетной системы С-400. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Таип Эрдаган на заседании парламентской фракции партии справедливости и развития период турецкого агентства Анадолу. МИД Турции, устами своего министра Мевлю Тачеву Шаглу, заявил об этом еще в конце апреля. И с тех пор несколько встреч, которые были между Путиным и Эрдаганом, видимо, эту идею перевели уже в практическую плоскость. Договор, видимо, в первых чертах подписан, будут согласовываться только технические детали. И на сегодняшний день мы знаем, что Россия готовится поставить Турции две установки, и еще две будут собирать непосредственно в Турции. Переговоры о поставках в Турцию новейших комплексов С-400 ведутся на высшем уровне с 2016 года. Весной 2017 года эта тема затрагивалась на встрече Владимира Путина и президента Турции Реджеп Эрдагана в Кремле. В мае, по данным источников, Россия предложила Турции купить комплексы по цене 500 миллионов долларов за дивизион. Турции жизненно необходимо такое оружие. Допустим, будет создан Курдистан. Может быть, объединенный сирийско-иракский. Может быть, часть Турции в него войдет. И велика возможность, что с этой территории будут обстрелы или турецких войск, или турецкой территории ракетами. Конечно, система С-400 гарантирует практически полное сбивание подобных ракет. Ну, кроме того, и самолеты попадают в зону поражения. И, кстати, даже объекты на космической орбите. Это предохраняет Турцию от некоторых угроз со стороны США. Ранее в Пентагоне выразили озабоченность желанием Анкары купить российские комплексы, потребов объяснить этот шаг. Кремлени стали комментировать информацию о подписании с Анкарой документов по поставке С-400. Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что технические вопросы по контракту уже решены. Остались только административные детали. Турция объективно заинтересована в стабилизации региона. Вот ее неосманские взгляды последние показывают, что она, конечно, расширяет сферу своего влияния, но совершенно не заинтересована в конфликтах на ее границах. А для американцев, наоборот, управляемый конфликт, управляемый хаос – это гарантия их превосходства, их руководства, ну и определенный инструмент для того, чтобы не дать объединиться всей Евразии. Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», пока не имеющий аналогов в мире, предназначен для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. На сегодняшний день Россия заключила контракт на поставку систем С-400 только с Китаем. Также ведутся переговоры с Индией. Диана Шилова, Владислав Митневский, Универньюс. Тайны космоса, загадки малых и больших планет, метеорных потоков. Не первое столетие волнуют ученых и обычных людей. И это неудивительно, ведь ежедневно в глубинах далекой галактики происходят изменения. На этот раз под удар попал естественный спутник Земли. Отразятся ли колебания Луны на судьбе человечества, разбиралась Адель Шимилова. А вы когда-нибудь задумывались, откуда берут начало крупнейшие научные разработки? Все просто. Сначала курсовые работы, многочисленные исследования. И только потом серьезный труд может получить международное признание. И усердная работа молодого ученого, который трудится в стратегической академической единице «Астровызов» Казанского университета, не стала исключением. Цель работы заключается как раз в создании единой системы навигационного обеспечения, для того, чтобы можно было осуществить навигационное сопровождение различных спутниковых миссий, а также для увеличения точности посадки космического аппарата при выполнении лунных проектов, намеченных Роскосмосом на ближайшие годы. История Казанского университета всегда была неразрывно связана с астрономией. Например, Луну не первое десятилетие исследуют астрономы обсерватории имени Энгельгарда. Именно здесь одни из первых в России приступили к изучению колебаний Луны. Большая полуось лунного эллипсоида отклоняется от направления на Землю, а протяжение Земли стремится вернуть ее в обычное положение. Еще до запуска первого искусственного спутника Земли, профессора Казанского университета предвидели будущие межпланетные полеты для ориентирования на поверхности Луны. Алексей Андреев продолжает традиционное направление исследований. С помощью полученных результатов мы можем увеличить точность посадки космического аппарата. То есть, если мы сейчас будем отправлять какой-то космический аппарат на Луну, то есть к Луне, то у нас точность посадки в плановых координатах будет составлять 3-4 километра. И по высоте где-то 300-400 метров результаты же нашей работы позволят увеличить точность посадки до 300-400 метров в плановых координатах и по высоте где-то до 50-60. Сейчас Алексей Андреев приступил к исследованиям параметров тел в пространстве Солнечной системы, которые позволят определить более полный спектр данных объектов и их способность повлиять на жизнь нашей галактики. Но как будет развиваться судьба Луны при регулярных колебаниях? Сумеет ли она приспособиться или главный спутник Земли начнет сопротивляться? А самое главное, что теперь ожидает нашу планету в связи с Луной-либрацией? И какие еще сюрпризы преподнесет нам загадочная Солнечная система? Все эти вопросы по-прежнему остаются открытыми. Аделя Шемелова, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня это все новости, которые приготовила для тебя команда Универньюз. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok